так здесь у нас был бак открутить нужно сейчас вам покажу места получается вот болт один вот раз два потом 10 3 тут 4 так и вот 5 5 болтов это один момент теперь перед тем как откручивать бак вам нужно будет снять две шланги здесь и здесь у нас еще есть две тут получиться вот это на подачу уже на сам двигатель идет два таких вот шланга идет провод это на датчик на сам бак то есть подключается он вот в этом месте вот он вот я вот сюда вытащил соответственно вот это он найдет на сам баку здесь эта часть а это идет на вот этот тушим показал только шоу здесь вот она как снимать их вот вот здесь вот ушко есть всего надо опустить вниз для этого вам понадобится обычная шлицевая отвертка вот то есть вам надо его вытащить вот из этого квадрата то есть надо вот эту всю часть вот на прямом вот здесь в этой левой части он надо отогнуть все и дальше но уже можно вытаскивать по ключам тут кстати обычный обычный ключ я использовал вот такой вот это у меня 13 вот 13 ключ то есть тут торксов нету с баком будет полегче вот видите здесь нету лючка в некоторых пилях ну и вообще в в принципе в машинах других обычно ну бывает такое чтоб не надо ничего тут снимать вот и еще такой момент на сейчас к боку перейду отдельного покажу почему пришло пришлось вообще снимать то есть вся эта система находится сверху на баке надо на сбоку бывает и и ставят иногда там снизу даже ну снизу реже конечно обычно сбоку или сверху вот у меня сверху и люка у меня не было поэтому мне пришлось его просто брать полностью и вынимать отсюда вот по возможности машина должна быть не заправленная то есть бак лучше либо слить бензин если у вас там много либо ну вообще желательно чтоб не было бенза просто даже для безопасности для вашей сам бак когда вы уже все открутили я кстати на яме здесь отставил такие от планочки он у меня получается еще без домкрата когда был и он мне просто лег на эти доски сам бак загнал вот сюда под выхлопнувку чуть-чуть его просто продвинул вытащил из пазов вот этот трос и вот так вот его загнул прям за бак в итоге бак у меня вышел так наискос его поставил здесь потом его приподнял и вытащили мы доски все дальше я его просто взял снизу так вот спустил вниз и все да еще смотрите вот эти три направляющие вот они это те которые под то есть которые можно сказать и держит весь бак я их вот как разбирал таком как бы виде их положил чтобы вам показать вот здесь получается слева видите вот это вот такая крючок он держит левый шланг вот здесь вот от него след остался так здесь у нас он просто держит посередине я вам потом покажу бороздки на самом баке где и они проходят и вот еще справа тоже петля она держит соответственно вот этот вот трос тормозной вот от него след видим так еще такой момент коли уже разобрали как и я я вот смотрю он там поржавевшие вот эти все направляющие рейки здесь и так их перевернуть сейчас вам покажу ну то есть по возможности возьмите какую-либо любую краску продитесь наждачкой просто по-быстрому вскройте все это дело полностью везде вот тут ну чтоб не было коррозия чтоб не продолжалось и соответственно сохранить конструкцию и ну вообще в принципе сделать такое небольшое обновление потому что это металл он видим у меня он уже пошел он уже корки отпадают поэтому я буду зачищать быстро вскрою вот особенно это касается вот этих петель тут они конечно больше всего обычно окисляются потому что находятся ниже соответственно вся вот этот вся влага эти лужи все вся вода летит на них ну и так вот просто обрадитесь если у вас там есть какие-то может нюансы тоже по подкрашивать или даже просто антикоррозиной если конечно у вас есть такая возможность антикоррозиной пастой можно даже попройтись короче чуть-чуть так все с этим разобрались сейчас я перейду к самому баку покажу как будем разбирать его так ну вот этот бак то есть это вид вид на бак если вот мы снизу на машину залезли посмотрели вот здесь у нас идет направляющие вот эти два которые показывал вот здесь соответственно эти две два шла на которые идут на заправочный лоток и вот здесь вот если видите учиться то тут направляющая 1 потом там она идет наискос вот 2 и вот здесь вот 3 идет вот она падут этой вот металлической защитой все с этим вроде понятно здесь еще есть такие вот ушка но фиксирует тормозной трос ну а здесь фиксирует на самой направляющей и он показывал так сейчас я переверну бак покажу я расположен насос с фильтрами с поплавками со всеми этими делами так значит вот я его перевернул вот то есть это вот вверх вот так вот он расположен то есть мы вот так на нем ездим на в таком положении то есть это вот это вверх бак выполнен из пластика ну такой он жесткий в принципе но тем не менее он очень такой достаточно легкий желательно с ним поаккуратнее подальше его там от всяких острых предметов где его сейчас с ним работу я вообще поставил на ну на ткань то есть я не просто на пол его поставил потому что ну это не менялась и не совсем безопасно будет чтобы не повредить потом еще не латать его эта часть она у нас как видим разборная то есть вот здесь вот такие пазы металлические паз в паз ходит так здесь сразу вам показываю это у нас вот бошевская система вот здесь их две полоски должно быть здесь одна на вот этом ребре и тут вторая тоже на вот там справа на ребре смысл в том что проверять то есть вот у меня она допустим слезла съехала я не знаю за чего видимо как-то при эксплуатации наверное ну в общем она была она приклеена на какой-то типа клей момент вот я ее думаю сейчас либо тоже на клей момент и его сейчас нашел тут вроде качественный клей вроде нормальный можно еще на двухсторонний скотч прям тупо две полоски так вместе наклеивайте так теперь если у вас здесь такая же борода как у меня то есть видите у меня но и кислилась вот эта вот штука поэтому тут нужно будет обрабатывать vd-40 скорее всего вот можете просто бензином немного смочить сверху и потом немного так пройтись каким-нибудь острым предметом можно шлицевой маленькой отверточкой вот то есть вам надо снять вот этот вот вот здесь вот сверху вот на вот этих вот клапанах видим на в некоторых местах у меня вроде нормально в некоторых вот видно было такое окисление это тоже будет вам мешать при откручивание потому что ну так вот смотрите снял я это уже держ кольцо чем снимал взбрал отвертку вот ну желательно здесь побольше понадежнее отверточку взять шлицевую также можете и а и также понадобится вам либо молоток либо там небольшой какой-то такой предмет тяжелый и все это дело мы аккуратно аккуратно подбиваем там то есть каждый вот этот вот клапан по диагонали то есть например вот мы сверху снизу там слева справа вот так вот подбиваем потихонечку не спеша ни в коем случае аккуратно смотрите вот ставьте вот в эти вот места отвертку там видно такие вот маленькие как засечки такие вот вот тут так чтобы ни в коем случае не попасть по самому баку и не нарушить соответственно всю его конструкцию все это делать не спеша по чуть-чуть сильно не бить и она у вас постепенно где-то там ну в течение там какого-то времени там пару минут это все провести процедуру повторить и она все выйдет но вот как видим у меня наш припотела вот с обратной стороны тут ржавчина есть все это дело зачистить обязательно вот и все в принципе мы даже добрались до нашего бензонасоса низкого давления вот он так вот он выглядит это его крышка вот сейчас я его вытащу и все вам покажу обратите внимание на вот эту вот белую пометку она должна быть вот короче говоря это такое место где вот эта крышка должна располагаться то есть не перепутайте при сборке так она у нас сейчас выглядит я тут подсоединялся шумов чтоб просто но как там был доступ значит вот у нас находится здесь бензонасос так ну смотрите разобрался общем короче тут есть раз два три четыре за такие защелки короче что я брал ну отвертка у меня конечно тут не спасла вот это вот потому что ручка толстая мешала короче влезть во все пазы потому что в короче шоу надо возьмите какой-то стальной ли пруд то есть не только не ржавый конечно не какой-нибудь там загнивший но я взял старую отвертку она у меня разбилась тут рукоятка не знаю сколько тут сантиметр там 25 короче вот здесь получается первая заклепка вот здесь раз потом вот там два вот тут три и вот там четвертая я ее короче просто рукой залез прям туда и отогнул то есть надо ее нащупать короче так теперь смотрите сейчас мы это все дело аккуратненько вытаскиваем и смотрим че у нас тут вообще по большому счету это все то есть вы можете вытаскивать как я вам показал старый насос ставить новый вот то есть все действия вам показал так и еще ждали не забывайте положение то есть вот вот это вот часть должна быть слева напротив метки обязательно с этим будьте повнимательнее и еще такой тоже момент ну тут поплавок видите да с ним тоже поаккуратней чтобы не сломать там ничего не выгнуть потому что это потом буду влиять на на отображение информации по поводу количества топлива вот в принципе все а